Продолжаем нашу программу. Эльвира Гусейнова, эксперт по стилю, у нас в гостях. И сегодня обсуждаем мужские головные уборы. Эльвира, доброе утро. Ты должен был уже в одном из них быть. Да, я и был уже в одном из них. Подписывайтесь на Женю в Инстаграме. Там все раньше, чем в эфире происходит. Ненамного, конечно, но все-таки. Итак, я похож на современного репера? Похоже. Спасибо. Все. Что это за штука? Ну, это такая современная шапочка. А правильно Антон ее наделал? Мне кажется, ее нужно было чуть на лоб. Нет, вообще он ее правильно наделал. Абсолютно нет. Вот именно не на лоб, а именно вот на... А, назад, да? Чуть-чуть. Да, чуть-чуть назад. То есть это вообще сейчас мы посмотрим. Если вообще говорить в общем, то мужская шапка – это тот аксессуар, который меньше всего подвержен трендам и изменениям. Потому что мужчина, он консервативен. Головной убор. Ну, знаете, все мужчины делятся на две группы, да? Да. Первые вообще головные уборы никакие не признают, да? У них либо капюшон, либо машина, и больше им ничего не надо. А другие все-таки понимают, что здоровье нужно беречь, и поэтому они приобретают шапку. И шапка для них просто как элемент защиты головы. Да? Вот. И никак не аксессуар, завершающий образ. И добавил себе 10 лет, а может даже 20. Вот. Ну вот... Тебе это тоже идет. Ты красивый, тебе все идет. Та кепка-восьмиуголка, которая сейчас надела тон, она, кстати, восхищается, является одним из самых таких популярных разных видов. Что в ней такого, посмотрите. Популярного, да. Ну, знаете как, у нас сейчас снова входит в моду такая, знаете, старая добрая английская классика. И если мы вспомним вот эти вот английские фильмы, если мы вспомним те фильмы, которые сейчас выходят у нас, да, там, ну, не устану повторять вот этот фильм «Джентльмены». Если вы сейчас смотрели вот фильм «Нолана Дома», да, то везде там такие, знаете, мужчины уже одеваются по-английски сдержанно, по-английски, так знаете... Да что там далеко ходить, на Курпатова посмотрите он у нас. Например, вот. Вот. Поэтому такие головные уборы, вот такая восьмиклинка, да, получается кепка, они действительно вошли в моду, они вот из шерсти, они должны быть вот в такую вот клеточку с таким вот слегка квадратом. квадратным таким козырьком, но опять-таки они могут быть разной формы, и я не устаю говорить о том, что, ну, как бы в плане головных уборов мужских, мы все-таки меньше смотрим на моду и больше смотрим на форму лица, да, на тот стиль одежды, который вы носите, да, по какому поводу вы надеваете на головную уборочку. То есть вот, например, вот этот сейчас головной убор уже второй сезон, очень актуален. Ну, опять-таки, да, ну, сложно представить мужчину, который наденет вот такую вот панамку, вот как вы себя ощущаете в ней? Ну, надо какой-то свитшот. Ну, вот какой-то дождевик, да, то есть какой-то свитшот, какие-то такие джинсы, может быть, даже резиновые сапоги, вот в таком стиле, да. Конец 90-х, начало 2000-х вообще, пик. Ну, не знаю, вот 90-е, насколько они. У меня была. Хотя, вот, мне кажется, вот сейчас представить мужчин, да, ну, кто у нас может вот такой надеть? Он, может, его даже панамка не может испортить. Ну, вот в Красноярске я представляю такого мужчину, только вот если он в лес пошел или отдыхать на море, да, вот панаму надел от солнца в качестве. Но это вот осенний головной убор для того. Осенний? Это осенний головной убор. Нет, вот насчет лета я бы еще поняла, но вот в плане осени, ну, вот еще один вариант. Ну, вот эти все головные уборы, они приобретены, ну, то есть в местных магазинах, да, это новая осенняя коллекция. Я их принесла, чтобы, собственно, продемонстрировать основные тренды. Ну, то есть это классика, это то, что вне сезона, вне моды, это то, что мужчины носят постоянно. Вообще, кстати, если мы говорим опять-таки про моду, то обращаем внимание на вот такие еще яркие вязаные шапочки. То есть, если раньше не у нас были такие консервативные черные, синие, серые, то сейчас, Антон, я предлагаю вам померить вот эту красную шапочку. Мне кажется, большинство как раз мужчин носят вот такие шапочки. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да. Держи. То есть, по крайней мере, большинство мужчин, с которыми я работаю, это вот либо такие какие-то бейсболки, кепки, либо действительно это шапки с отворотом. А будет у меня вот такая пипка, наверное? Не будет. Как пойдет, посмотрим. О, пипка есть. Нормально. Ну вот, Антон, вы какие шапки носите? Вообще любите вы шапки? В последнее время что-то нет. А последнее, это последние три месяца, пока лето было или в целом? Да, нет, зимой даже, ну как-то быстренько там добежалось. Да, мы пришли, да. Но вот не все так. Но шапок у меня куча. Почему? Потому что идешь мимо, о, шапка. Надо брать. Вот так. Примерил, идет. А так как ему идет все, он скупает все. То есть нет такого, что скоро суббота, я поеду за шапкой, выбирать шапку, праздник на неделю у меня. Покупка шапки. Нет, ну ты идешь, такой, ну вроде шапка. Ну вот большинство мужчин относятся к этой покупке именно так. То есть если есть капюшон на какой-то куртке на плаще, да, то вопрос с шапкой, он вообще отпадает автоматически. Если тем более машина, тем более. Да, шапку обычно надевают те мужчины, которые передвигаются на общественном транспорте, либо ходят как-то пешком, то есть, например, для прогулок, да. А вот так вот, чтобы... Ну то есть это такой элемент гардероба, наверное, у мужчины больше вынужденной необходимости, чем вот какого-то дополнения образа. Особенно с возрастом, когда, собственно, волосяной покров становится менее густой, и тогда мужчина действительно все. А почему он становится менее густой? Во-первых, от нервов, а во-вторых, из-за шапки. Потому что туда-сюда, и волосы все. Так наоборот стимулируются волосяные луковицы. Не знаю, что там стимулируется. Лир, спасибо огромное. Последний вопрос. Сколько мужчине нужно будет потратить, если он хочет быть в тренде в этом сезоне на головной убор? Ну вот и два. Ну смотрите, ну вот это стоит 1200. А вот это? Вот это стоит 3000. Ну, по-моему, вот это 4400. А это? А это тоже, по-моему, было 1000 было. В общем... Примерно 1000 рублей, но 1000 две. Это и огромные деньги. Лера Гусейнова, эксперт нашей программы, стилист. Мужчины, будьте красивыми с ног до внимания головы.